Ваша сфера ответственности это портал «Открытый регион» 71, в 2013 году. Если говорить комплексно, то это не совсем портал, это программа целая, которая называется «Открытый регион». И те проекты, которые туда заложены, их более 30, они визуализируются для жителей как раз на том портале, о котором мы сказали, портал «Открытый регион» 71. На сегодняшний день на портале «Открытый регион» 71 визуализировано и реализовано из этих проектов, из 30 базовых, как мы их называем, порядка 25 проектов. А 5 получается еще нет? Это что за 5? 5 – это всеми ожидаемый проект «Открытый ЖКХ», это система образовательного пространства, которая говорит о том, что мы будем электронами паспорта наносить на народную карту по образовательным учреждениям. И еще 3 проекта, связанные с кадровой политикой, можно так сказать, по оптимизации функций управления и совершенствовании системы госуправления. Я вас прибью, если сказать только, что вот разработана дорожная карта, то первая ассоциация – это карта, где нанесены дороги. По факту, что это такое? По факту, это план мероприятий, план действий по реализации тех проектов, которые заложены в эту программу «Открытый регион». Один из первых проектов, который был нанесен, реализован на портале «Открытый регион» 71 – это проект «Народная карта». То есть, практически, это инструмент, который позволил собрать, систематизировать всю информацию об объектах социального, культурного значения. То есть, сегодня на «Народной карте» нанесено почти 5000 объектов. При нехватке информации о том или ином учреждении или находясь там в том или ином районе, могут зайти на портал «Открытый регион» 71, выбрать определенный слой, поскольку информация нанесена в форме геоинформационных слоев дополнительных, и получить информацию по тому или иному объекту. Например, открываются все больницы, которые есть на территории Тульской области. И при нажатии на того или иного объекта открывается маленький, небольшой электронный паспорт, где конкретные информации. Адрес, телефон, как его найти. Справочник. Электронный атлас мы это называем. Называем это электронный атлас. По просьбам жителей Тульской области мы нанесли дополнительные геоинформационные слои. Это слой бесплатной действия зоны Wi-Fi, то есть, где Wi-Fi работает в Тульской области. Но слои для простого тулька это просто дополнительная информация, которая отображается. Можно сказать так, дополнительная информация. Это зона действия соцкарты «Забота», которая дает скидки. То есть, где действует, где не действует, в этом атласе также отображается. Точно так. Значит, это пункты выдачи универсальной электронной карты, где можно получить и заполнить заявление. Но все-таки самый популярный сервис на данный момент. Самый популярный сервис – это сервис «Вопрос-ответ». Смысл его в чем? Что все обращения, которые идут в адрес губернатора, правительства Тульской области, муниципальных администраций, они были систематизированы. По темам, правильно получается? Определенные рубрики систематизированы, составлен определенный классификатор этих проблемных ситуаций. И далее, при возникновении той или иной ситуации, житель имеет право, согласно тем правилам, которые опубликованы на портале, задать вопрос, выбрав конкретный вопрос в той или иной рубрике. Самые популярные тогда условно темы – ЖКХ. ЖКХ, именно поэтому будет отдельный сервис создан? Будет создан отдельный проект, сервис открытый ЖКХ, где будет наиболее полная информация о многоквартирных домах. У нас порядка 15 тысяч многоквартирных домов. Вся информация по этим многоквартирным домам будет перейдена в электронные паспорта. Но вся эта какая? Начиная от года постройки, заканчивая капитальным ремонтом, когда он планируется, и обслуживанием управляющей компании. То есть какая компания обслуживает, телефон этой компании, по которому можно будет дозвониться. И вот этот дополнительный сервис, который позволяет задавать вопросы по принципу этого классификатора. Когда будет запущен открытый ЖКХ? Мы рассчитываем, что во втором квартале 2014 года этот сервис будет работать. Раздел дороги. Какие возможности он дает жителям? Ну вот отлично, есть дорога, они видят, что когда построили, когда отремонтировали, а дальше? Самое важное это интерактив. То есть интерактив заключается опять-таки в системе классификации обращений, тоже которые есть, и прикреплены специальным сервисом к этому проекту. То есть практически жителям, ну я не знаю, наиболее распространенный вопрос это знаки. Или там находят какие-то шероховатости, которые при ремонте дорог происходят. Сфиксируют, отправляют эту проблему и также в течение 10 дней, как и по общему классификату, должны получить ответ. В 10-дневный срок отписались, а дальше? Нет, не отписались. То есть этот вопрос должен быть решен. И мало того, что официально опубликован, еще должна быть приложена фотография, подтверждающая решение этого вопроса. Ну откуда же взять деньги на удовлетворение всех жалоб? Ну вот я хочу новый знак. Отлично, в бюджете нет денег на то, чтобы поставить здесь новый знак. И? Ну вот пока, по крайней мере, этот сервис работает с сентября месяца, те вопросы, которые в рамках официкатора поступали, они решены. Я надеюсь, что этот темп сохранится и дальше. При этом я бы хотел еще что отметить. Этот сервис позволяет любым жителям, кто бы это ни был, лицо старшего поколения, пенсионер, либо представителям более молодого поколения, принимать участие в общественной приемке. То есть есть специальная кнопочка, сервис такой, записаться на общественную приемку. По нашим ожиданиям мы думали, что такого ажиотажа по участию в общественной приемке жителей не будет. Но на самом деле мы посмотрели, только с сентября месяца, по окончании ноября, пока эта приемка шла, 343 человека приняли участие в общественной приемке. И кроме того, инициативная группа вот этих жителей, которые приходят на общественную приемку, они еще и визируют акты приемки передач. И эти акты тоже в своем большинстве вывешиваются на портале «Открытый регион 71». Кроме того, жители, когда пользуются сервисом «Вопрос-ответ», мы же расширяли его практически три раза. 40, там был вопрос в 60, 70, сейчас в 80. 80 вопросов, по которым жители могут задать свои вопросы. Более того, для жителей старшего поколения… Получается, слово «тем», по которым вопросы могут задать? Нет, 80 вопросов. Например, уборка мусора, замена стекла в подъезде, замена лампочки. Конкретную ситуацию пишут адрес, 15 минут буквально затребуют, и все. И эта проблема берется тут же на контроль и доводится, как правило, до конца. Но более того, для жителей старшего поколения, которые, бывает у них нет возможности даже до пункта общественного доступа дойти, бывает человек просто болеет. Там мы бы хотели пользоваться. Мы сделали такую возможность, чтобы они регистрировали свои обращения по телефону доверия губернатора. То есть, они звонят на телефон доверия губернатора, обозначают свою проблему, и дальше им предлагают два варианта. Либо это, значит, в общем порядке, по 59-му закону, и там 30 дней. Как вы говорите, ответ может быть разный. Либо по программе «Открытый регион», и тут за 10 дней этот ответ, если он опубликован вопрос, принят в работу, будет опубликован и приложена фотография. А не получится ли, что «Открытый регион» станет не возможностью привлечения жителей к управлению, а просто жалобной книгой, где люди будут писать, что им нужно стекло в подъезде? Во-первых, само по себе участие жителей и фиксация проблем не только по своему подъезду, а на общей территории это уже вовлечение их. И во-вторых, те же управляющие компании и, в общем-то, и главы администрации, есть и зона ответственности их в этом тоже участие, они сейчас стараются сделать так, чтобы жители уже не писали. То есть, легче отладить работу системно так, чтобы там мусорка или свалка, она не скапливалась, а убиралась системно, нежели жители будут писать, и там в пожарном режиме нужно будет бегать, это убирать. Нет, сегодня есть такая тенденция, что отстраивается система, и я считаю, что портал, который указывает на эти болевые точки, в том числе управляющим компаниям и администрациям муниципальных образований, свою лепту в это внес. А по каким районам люди жалуются чаще всего? Вот есть ли какой-то потом разговор с главой администрации этого муниципалитета, что он умел, посмотри, жалуются люди, недовольны твоей работой? Они сами выходят на обратную связь, я имею в виду главы администрации. Ну, конечно, в первую очередь это Тула, это и Новомосковск, Олексиум. Тульского область стала пилотным проектом, да? Параллельно с нашим регионом где-то еще запустился? 17, еще 17 субъектов Российской Федерации. Ну, это Москва, конечно же, это Татарстан, это Ульяновск. То есть достаточно крупные такие субъекты, сильные. Да. Тульского область сама захотела участвовать или каким-то конкурсным образом? Мы сами проявили инициативу, присоединились к этому проекту и просто привели в систему, во-первых, те инструменты, которые у нас уже были. Вы помните, это и народное правительство. Мы в 2013 году проводили… То есть база уже была какая-то? База уже была и мы проводили в 2013 году открытый конкурс кадрового резерва губернатора и правительства. Кстати, 60 человек отобрали, из них около 10 уже назначения получили. То есть это, на наш взгляд, действенный очень механизм, весьма. Плюс я все равно не могу не отметить инвестиционную карту Тульского области. Это очень важный инструмент, в первую очередь, для инвестора, потому что он может не делать запрос какой-то, либо главе администрации, либо профильный орган для получения информации о той или иной инвестиционной площадке, а просто может зайти с любой точки Земли и планеты, где есть интернет, на эту инвестиционную карту в Тульской области и исчерпывающим образом, достаточно исчерпывающим, получить всю информацию. Где какая площадка, где какая инфраструктура. Откроется электронный паспорт, целый площадок, и там площадь, обеспечивание газом, водой, светом, дорожной инфраструктурой, практически все. Есть понимание, насколько у вас требована конкретная инвестиционная карта? Да. По количеству посещений или еще почему-то? Количество посещений достаточно хорошее, около 600 в день, это раз, это для инвесторов неплохо. И что самое важное, есть заявки, то есть инвестор может в онлайн режиме подавать заявки. И на сколько выросло число заявок? Я могу сказать, что, например, в последнем полугодии прошлого года было около 12 заявок, и с одним из инвесторов подписан был меморандум. Говорить пока не буду с каким, но подписан, если дальше этот проект будет двигаться и дальше, и получится реализовать, то в принципе этот проект окопит инвест-карту 10 раз. Но сколько сейчас людей посещают портал в день? Около 3000 человек в день. А начинали? Начинали 300, 200, 400 человек в день. А цель? Есть же понимание, сколько человек должно посещать для реализации вообще цели создания открытого региона? Мы считаем, что, во-первых, 3000 это уже неплохо, с учетом того, что в Тульской области почти миллион 700 живет. Но если будет еще больше, порядка 4000, это будет уже очень хороший результат. Потому что, еще раз отмечу, что, во-первых, не во всех районах Тульской области жители активно умеют пользоваться электронными сервисами. Но и не у всех есть доступ к интернету. И не у всех есть доступ по объективному причину в интернет. Но, тем не менее, мы сейчас активно популяризируем и, в общем-то, если можно так сказать, пропитываем жителей всех районов для того, чтобы они пользовались. Можно прийти в пункты общественного доступа, где специализированный консультант поможет воспользоваться любым сервисом, который есть на программе, на портале «Открытый регион 71». И, кроме того, мы в этом году запустим специальную, так сказать, маркетинговую такую программу. То есть, везде практически будут информационные такие щиты, где… Информационные щиты – это билборды на улицах? Нет, это что-то типа, как это правильно назвать, листовки, которые будут расклеены и по подъездам в местах скопления людей. Для того, что люди, еще раз, не отходя, грубо говоря, от своего дома или от своего подъезда, могли получить информацию, как зайти или как воспользоваться телефоном доверия губернатора. А главное, зачем им надо входить на… А главное, зачем? Что это позволяет, да, какие проблемы решить и прочее, прочее. К какому результату вы должны прийти? Вот какая цель перед вами стоит в долгосрочной перспективе? Все вот эти вот, не знаю, сервисы, программы и порталы, которые запущены, они направлены на то, чтобы сделать оказание государственных муниципальных услуг более качественных. Для нас самые главные критерии эффективности этого проекта – это вовлечение и востребованность жителями этого проекта. И то, что сегодня мы получили 7 тысяч анкет, 7 тысяч анкет на минуточку, это не только там в электронном виде на портале, но и, можно так сказать, живыми анкетами. То есть люди сами заполняли, отправляли в администрации муниципальных образований и лично нам. Из 7 тысяч анкет более 70% жителей положительно относятся к программе, к тем инструментам, которые реализованы в рамках этой программы. Это говорит о том, что сервис востребован и потихонечку набирает обороты. Несмотря на то, что есть и объективные причины, связанные с доступом в интернет, и есть там некоторая компьютерная неграмотность. Кстати, есть специальные курсы по повышению компьютерной грамотности. Люди старшего поколения, пожалуйста, могут записываться и пользоваться, обучаться, повышать свой уровень пользования современными интернет-технологиями, компьютером в том числе. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Спасибо.